Всем привет! Добро пожаловать на второй урок школы Roblox 2020. Сейчас я быстро записываю тему, которую мне предложили сегодня в комментариях к предыдущему видео. Комментарии отключены, поэтому комментарии в Community Tab, когда заходите ко мне на канал, там в Community Community. Итак, предложили обзорчик сделать на новый, более выразительный output. Output это такое окошко, где мы можем печатать текст. Этот текст не видят игроки, но видят те, кто создают вашу игру, ну вы. Этот текст позволяет нам отлаживать игру без использования отладчика, дебаггера. Про отладчик у меня есть большой урок, подробно я про отладчик говорю, это для продвинутых пользователей. А то, что мы сейчас обсуждаем, это нужно знать с первого же урока. Итак, на моих уроках вы все это, конечно, видели. Вот я сделал несколько скриптов и на экране вывожу. Оранжевым цветом я вывожу текст или какую-то информацию с помощью функции warn. Давайте посмотрим. Warn. Warn. Это предупреждение, оно выводится оранжевым цветом. Print печатает белым цветом, а Error печатает красным цветом. Так что вы уже цветами могли раньше как-то выделять важные сообщения. Это у меня скрипт серверный, а есть еще скрипты для игроков и для их персонажей. Они называются локальные скрипты, которые запускаются на компьютере у игроков, не на сервере. Но так как я здесь запускаю кнопкой тестирования игры, я вижу сообщение и от сервера, и от того игрока, которым я сейчас зашел. Поэтому я вижу вот сообщение серверное, оранжевое появилось. Зашел мой персонаж, и вот я увидел какие-то сообщения от него. Так, ну, наверное, вы помните такую особенность, очень удобную, что если кликнуть по тексту, то он вас приведет в ту строчку, где этот текст вывели. Кто его вывел? Кликаю на белый цвет, вот пришел print, белым печатается. На следующий оранжевый я попал в свой локальный скрипт. И вот функция warn, она выводит оранжевым цветом. Так, ну, красный error. Окей. Такс. Вроде все здорово. Цветами мы выделяем. Еще здесь у нас есть вот такая пометка. Зеленый и голубой цвет. Кто смотрел мои уроки про отладку и про отладку сразу 2-8 игроков, помнят, наверное, что зеленый здесь означает, что это серверные сообщения, а голубого цвета это сообщения с клиентом. Ну, ладно, не будем заморачиваться. Вот еще какие-то цвета. Ну, это голубой и такой фиолетовый. Это какие-то системные. То, что не вы печатаете, а то, что печатает вот эта вот оболочка Roblox Studio. Еще могут появляться здесь сообщения от плагинов. Плагины запущены всегда и работают всегда и во время отладки игры, и во время редактирования. Ну, у меня сейчас плагинов нет, поэтому я таких странных сообщений здесь не вижу. Окей. Все здорово, но не так удобно. И давайте посмотрим вот на эту строчку. Наверное, в моих уроках, где я вам объяснял про таблицы, мне очень было обидно, что когда мы просто печатаем стандартными средствами Луа, языка Луа, принт, какую-то табличку, нам просто выводят ее адрес. Адрес, где она находится в памяти. Ну, это число всегда случайное. Оно нам ни о чем не говорит. Единственное, если мы вывели две таблички, мы увидим два адреса. Если два адреса совпадают, значит табличка, ну, мы напечатали одну и ту же табличку. Иногда это помогает. Но так хочется посмотреть, что же внутри этой таблички. Для того, чтобы напечатать содержимое этой таблички, нам приходилось использовать цикл for и выводить содержимое таблицы. Ну, неудобно. Особенно, когда вы учите язык Луа или когда вы учите этот язык после изучения языка, например, JavaScript. В JavaScript, когда вы печатаете таблицу, то в консоли вам выводят ее содержимое. Ну, в современных. В последнее время так. Раньше тоже выводили только адрес. Было неудобно. Так, что же нам предлагает Roblox Studio? Переходим к самому интересному. Так, запускаем. Точнее, запускаем меню файл. Идем в бета-фитчерс. Многие... У нас тут много всяких этих фич. Всякие плюшечки уже заготовлены, сделаны разработчиками Roblox. Но их не включают, потому что от многих у вас игра и редактор Roblox Studio будут падать. Так, ну давайте. Кстати, там еще есть некоторые фишки, которые мы потом с вами посмотрим. Так, ну сейчас мне нужно вот. «Expressive». «Expressive». «Output window». Сохраняем. Нужно перезагрузить наш Roblox Studio для того, чтобы включилось. Потом уже можно не отключать. Прекрасно работает Roblox Studio с этим новым окном. Не вылетает. Работает очень быстро. Я советую всем включить прям с сегодняшнего дня. И во всех уроках будущих я буду просить, чтобы вы его включили. Вот мы уже видим вместо старого окна что-то новенькое. Так. Ну давайте попробуем запустить мою игру и посмотрим, как это все выводится. «Tix». О, я вижу кое-что, чего не видел раньше. Точнее, я при вас включил. Я первый раз включил. Это окошко. Давайте разберемся, что же здесь мы видим. «Timestamp». Это время, когда произошла печать. Ну и в старом окошке перед некоторыми сообщениями мы видели такую вещь. Далее иконки. Перед ошибкой красная иконка с крестиком. Ну пиктограмма такая. Мы и по цвету определяли, что это ошибка. Ну а перед оранжевым такой треугольник. Очень хорошо для дальтоников, у кого проблемы с восприятием цвета. Потому что они не могли отличить, например, предупреждение от ошибки. Теперь по пиктограмме, если вы цвета не различаете, вы это увидите. Но это, конечно же, не главная фишка. А главная. Ну, timestamp. Мне нравится, что теперь друг под другом все. Здесь сообщение. Так. Контекст. Написано. Контекст. Я так полагаю. Ну, сейчас мы все это посмотрим. Кто печатал это сообщение? Здесь видно клиент. Клиент. Но это мы и так знаем. Давайте кликнем. Local Player. Да. Клиентский скрипт у меня открылся. Так. Давайте на серверный клик. Кликнем. Сюда. Так. Открылся серверный скрипт. Я только не понял, почему вот так окошко переключилось. Ну, ладно. Не важно. Так. Давайте сделаем опять широко. Так. Итак, сервер печатает. Клиент печатает. И есть Other. Это значит другие. Ну, еще здесь помимо Other может слово появиться плагин. Если плагинчик что-то печатает. Дальше. Это мы смотрим, кто нам напечатал. У меня здесь автосейв создает. Дело в том, что я сейчас не в сохраненном файле что-то делаю, а в Publish. Я его не сохранял, я сделал только Publish. Поэтому при каждом запуске, когда я запускаю игру, мне делают его копию в автосейв. Вы знаете, что все свои игры, потерянные, последние изменения, можно найти в папке, которая вот здесь будет писаться. Так. И даже раньше, когда она не писалась, все равно у вас в папке документы Roblox, автосейв, ваши последние эти плейсы были сохранены. Так. Ну, здесь я вижу примерно то же самое, что и видел. Это все понятно. Давайте посмотрим. А, ну, source. Источник. Откуда? Про вот это я сказал. Значит, при создании автосейва файлика мне вот написали. А здесь источник сразу видно. Название скрипта. Вы знаете, что скрипты можно переименовывать. Давайте я переименую. Так, переименую. Помните, как переименовать? Правой кнопкой. Не оставляйте название скрипта, всегда переименовывайте. Пусть хоть скрипт 1, 2, 3 будет. Неважно. Давайте сервер скрипт, чтобы нам было ясно. Локальный скрипт и серверный. Хотя локальных скриптов тоже может много быть. Тоже надо переименовывать local script во что-то там более понятное. Так, дальше смотрим. А, здесь текст не изменился. Нужно запустить заново, и тогда оно заново напечатает. И здесь уже будет написано, что сервер скрипт. Вот уже написано. Сервер скрипт, первая строчка, вот что напечатала. Сервер скрипт, третья строчка, вот что напечатала. Так что мы сразу номер строки видим. Ну, наверное, тоже хорошо. Хотя, я вам говорю, если сюда кликаете, или на текст, или сюда, мы сразу переходим на ту строчку. Просто здорово. Кстати, напоминаю, в старом роблоксе, в старом, нельзя было использовать control, scroll, вверх-вниз. Так, это меня предупреждает, что вы тут пытаетесь текст увеличить, хотя вы запустили тест игры. Итак, я остановил игру, зажал control, держу control, и теперь колесиком мышки вперед-назад кручу. Вы знаете, какие самые плохие туториалы по роблоксу? Это где автор вот такой вот текст вам показывает. Вот, и что-то пытается объяснить. Давайте уважать зрителей. Немножко увеличивайте, если есть возможность. Так, давайте колесико со скроллом вверх-вниз попробуем здесь. Вот, здесь тоже работает. Раньше это не работало. Раньше, для того, чтобы увеличить здесь текст, мне приходилось заходить в настройки и далеко заходить. Здесь текст в скрипте, еще можно было control-plus, да, control-plus, control-minus уменьшать, а этот текст никак не менялся. Ну, неважно, теперь видите, как просто все делается. Так, давайте посмотрим, что у нас здесь за мусорное ведро. Нажали, понятно, это очистка. Окей. Так, давайте здесь сразу посмотрим, что дальше у нас есть. Показывать время, timestamp. Показывать только сообщение. Давайте запустим и посмотрим, как отображается эта фильтрация. Так, галку убираем. Честно говоря, не вижу, что оно означает. Ну, show timestamp, конечно, я убрал. Да, вот видно, здесь время исчезло. Здесь время появилось. Так, выделять только, ну, если переводить на русский, выбрать, выделить только сообщение. Так, вот я могу выделять сразу кучу сообщений. Так, а, понятно, все отлично. Значит, я не могу другой текст выделить, я могу только текст сообщения выделять. Знаете, это иногда здорово, потому что вот этот мусорный текст нафиг мне не нужен. В какой у меня тут строчке? Что? Создает. Очень хорошо. Так, дальше. Показывать. Давайте с этого начнем. Show table expanded by default. Это означает, давайте убираю эту галку, показываю. Помните, у меня без новой фичи я выводил табличку. У меня где-то эта табличка выводится. Вот она. Pepe table и table. И я в эту табличку что-то там вывожу. Так. Вот. Я его уместил на весь экран. В ней какие-то сообщения. И в какие-то ключи тоже какая-то таблица и так далее. Раньше, когда мы печатли, мы видели просто слово табличка table и какой-то адрес. Какая-то цифра. Здесь мы видим сейчас такую галочку и видно, что табличка. Давайте на эту галку нажмем. Отлично. Раскрылась табличка и мы видим, что в ней находится. Теперь не нужно никаких циклофор. Просто вот этот принт. Pepe table напечатал нам все. Так. Ага. И видите, у меня в Pepe key тоже есть таблица и она тоже закрыта. Нажимаем сюда. И у нас раскрылась еще и табличка внутри таблицы. Классно. Мне это просто очень нравится. Для уроков, для будущих это будет просто супер. Так. Окей. Теперь смотрим на вот эти штуки. Галочка. Show tables expanded by default. Если эта галка включена, то все новые при печати, ну, пришлось заново запустить, все таблицы, которые будут печататься, они будут уже в раскрытом виде печататься. Сейчас до таблички дойдем. О, вот она напечаталась, раскрытая. Мы можем, конечно, свернуть, развернуть, но она печатается развернутой. Когда вы учитесь, какие-то маленькие скрипты делаете, конечно, вот эта галочка вам очень поможет. Но когда вы делаете большую игру, помните, что любая печать в output window, она тормозит ваш сервер. Особенно сложная печать. Так что в финальных версиях игры в идеале нужно избавляться от всех этих печатей. Так, ну, если вот эту галку поставим, вот давайте щелкаю, и вы видите, что, как в старом окошке, нам теперь показывают то же самое, что это таблица по такому-то адресу. Иногда для отладки это нужно. Я уже говорил, что если мы печатаем одну и ту же табличку несколько раз, не печатаем, ну, мы хотим узнать, одна это и та же таблица или копия таблицы. Мы смотрим просто на адрес. Визуально по вот значениям внутри таблицы я не могу определить, копия этой таблицы или это та же самая таблица. Ну, давайте пример уж. Ладно, я расширяю урок. Давайте еще раз сделаем. Сделаем, например, вот так. Так, включ китри. В имеющую таблицу я уже добавлю какой-то элемент и еще раз напечатаю эту таблицу. К сожалению, нам придется подождать, потому что у меня там используется функция wait. Видите, приходится ждать 2 секунды, 1 секунду и так далее. Для печати. Ну, это не важно. Так, напечатали первую таблицу. Все нормально. Смотрим вторую таблицу. Вот появился китри. А мы печатаем адрес перед таблицей. Давайте запомним только, важны последние несколько, допустим, букв. 01D6. И здесь смотрим. 01D6. Какой я делаю вывод? Что это одна и та же таблица. Просто мы, когда напечатали эту таблицу по этому адресу, в ней еще не было того ключа. Потом мы ключ добавили. Таблица осталась точно та же самая. Так, отлично. Так, стоп. Пока не буду нажимать. Давайте посмотрим. Осталось несколько кнопок. Так, показывать все сообщения. Давайте не все. Давайте будем показывать только ошибки. Так, только ошибки на экране. Ошибки и предупреждения. Warn. Окей. Можно предупреждение ошибки отключить. Информацию. А, ну понятно, что голубеньким цветом рисовался. Это какая-то информация, что ошибка у меня в строке номер 5. Допустим. Это где я error вызвал, там генерируется ошибка. И у вас скрипт после печати error перестает работать. Вот здесь. Там, где у меня error произошел, если я напишу какой-нибудь print. Так, мне опять говорят, что я запустил. Ладно. Расширяем урок. Мы же подробно все рассказываем. Так, эта строчка не напечатается. Давайте теперь проверим. Так, опять сделаем, чтобы все показывалось. Окей. Вот показываем, что ошибка в пятой строке произошла. Вот она нам показывает. И, кстати, здесь же уже оранжевым цветом нам редактор показывает, что, извините, эта строчка не выполнится никогда после error мертвой строчки. Если бы здесь была бы функция и был какой-нибудь ретурн, а после ретурна мы бы написали print, то тоже этот код никогда бы не выполнился. Итак, вы поняли, что скрипт выполняется последовательно. Доходит до error, выводит нам эту красную ошибку и все. Дальше ничего не выполнится. Ну, извините, что вам повторяю азы. Кому-то, может быть, пригодится. Так, дальше смотрим. Информацию. Так, давайте посмотрим, что за системные сообщения. Понятно. Вот это фиолетовое системное сообщение. Это что наша система, Roblox Studio, нам сделала копию нашего плейса. Молодцы. Так, ну а логов? Ага, логи. Что за логи? Честно говоря, я вижу, конечно, какие сообщения здесь напечатались. Это то, что я печатал из локального скрипта и из такого. Кто знает, что такое логи, чем они отличаются? Это буквально все сообщения. Вот если я all делаю, то у меня получаются все сообщения, кроме системных ошибок и кроме ошибок. Возможно, еще, кстати, так как это фича, бета-фича, здесь могут добавиться еще какие-нибудь кнопочки. Вот здесь какие-то еще штуки. Так что она в разработке. Ну, по крайней мере, на июль 2020 года вот у нас такие вещи. Так, что печатать? Edit. Это сообщение редактора. Но мы их здесь не видим. Сообщение клиента можно отключить. То, что клиент посылал. То, что сервер посылал, можно отключить. Плагинов у нас нет. Вюзерских плагинов нет. Азар – это что-то другое. Другое. Ну, это где у нас мертвый код. Вот здесь вот появился. Нам вот это тоже как другое. Что скрипт здесь недоступен. Так, а что же еще? Здесь тоже сообщение об ошибке. Ну, что не об ошибке, что он закончился. Так, здесь служебное сообщение о том, что я внес редактуру. Отредактировал скрипт. Вот. Когда я что-то редактирую, а он не сохранен, я запускаю. А то нам здесь сообщение выводят. Вот. Видите, вот здесь. Что я. Почему это сообщение здесь выводится? Потому что у меня включен коллективный режим. Где он? Team Create. Я разрешил Team Create. Здесь я могу набрать свою команду. Ну, это тема другого урока. Я вам, по-моему, уже что-то рассказывал. Здесь можете 20 своих друзей добавить. И видно, какой же Вася или Петя или Оля или Маша испортили ваш скрипт. Вот здесь. В общем, у каждого на компьютере будет написано, что Вася или Петя такой-то скрипт изменили. И вы подумаете, а что это он лезет? Не в то место, куда ему разрешено. Так. Окей. Полезная штука. Так. Ну, вроде бы здесь все. Показываем. Ох. Показываем весь текст. Дальше здесь поиск. Ну, например, давайте Пепе. Не знаю, у меня, по-моему, в одном месте. Пепе. Так. Во-первых, выделяется, подсвечивается. Вот видите, оранжево тот текст, где он у нас найден. Так. А как написано? Одно из восьми совпадений. Как переходить по этим? Так. Не вижу листания. Так. Еще раз. Так. Пытаемся PageUp, PageDown. Не получается. Стрелками вверх-вниз не получается. Странно. Окей. Ладно. Если вы знаете, подскажите мне. Мне это не важно. Вот эта вот кнопочка позволяет искать текст. Обращаю внимание на регистр. Регистр. Так. Вот смотрите. Я написал Пепе, а Ки написал большими буквами. У меня такого текста нет. У меня есть Пепе и Ки. Тут только одна большая буква Ки. Находить перестало. Если мы нажимаем эту кнопку отжать. Вот я ее отжал. Она не нажата теперь. Видите, серая. Она игнорирует большие и маленькие буквы. И она находит по смыслу, ну не по смыслу, по содержанию ищет. Вы это в других, наверное, редакторах видели подобные вещи. Окей. А это что у нас? А, искать целое слово. Так. Сейчас искать целое слово. Что же мы можем искать по целому слову? Например. Так. Ну давайте изменим скрипт. Затягиваю я немножко. Так. Здесь сделаем Пепе. Окей. Так. Сейчас все у меня напечатается. Давайте ищем слово Пепе. Ни одного слова не найдено целого. Отжали. Так. Вот отжал. Вот теперь сразу находит. Что подразумевается под целым словом? Целое слово это, я так понимаю, что-то отделенное пробелом. Давайте попробуем вот так. Table. Двоеточие. Вот у меня находит Table. Тебл двоеточие. Нажимаем целое слово. Все нормально. У меня уже нашло. Давайте двоеточие удалим. Ага. Двоеточие тоже находит. А, все ясно. Еще. Regular expression. Можно регулярные выражения использовать. Это для поиска. Но надо посмотреть, какие здесь используются, какой формат. Например. Ну, это я сейчас наугад пишу. Потому что в Lua там регулярные выражения отличаются. Например, язык регулярных выражений от джаваскриптовских и от прочих. Так. Ну, вот что-то находит. Так. Ну-ка, если вот так. Так. Точка. Да. Находит. Вот можно одну букву пропустить. Вместо любой буквы можно написать точку. Ладно. Про регулярные выражения нужно отдельный урок делать. Честно говоря, я его не буду делать. Потому что, ну, посмотрите любой урок про регулярные выражения. Единственное, нужно выяснить, какие именно регулярные выражения здесь применяются. Так. Ну, что ж. Вроде бы все. Мы рассмотрели. Обязательно включайте в своих Roblox Studio эту расширенную функцию Output. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Донаты, конечно же, шлите, чтобы была какая-то мотивация. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok